Наш первый гость, он не один, их две. Значит, это будет Германия, город, простите, я прочитаю, Тройсдорф. Тройсдорф, да. Мы по чуть-чуть изучаем города Германии, потому что... Ну как? Кто по чуть-чуть их вспоминает, кто по чуть-чуть их в первый раз. Хотя огромное количество городов действительно в Германии, я не точно не знал их названия. Я понимаю, как в принципе называются в германских языках города. Да, четкий такой топоним, допустим, поселение возле кривого сломанного дерева, стоящего возле реки, неподалеку от церкви такого-то святого, за Красным холмом. И это вот такое вот. И, конечно, да, это вот такое, как правило, название. Ну, нормально, к этому тоже можно... Зато очень четко. В средние века легко было искать. Все признаки указаны в самом названии. Итак, ладно, не будем отвлекаться. Здравствуйте, прекрасные дамы, вы великолепно выглядите. Анна Гелявская и Юлия Христопова. Здравствуйте еще раз в таком случае. Итак, на самом деле мы хотели начать именно с вас по поводу истории, которая... У каждого из беженцев своя история, конечно. Они в чем-то похожи, они в чем-то разнятся. И самая главная разница, почему стоит изучать их и почему стоит с этими историями знакомиться. Вы третью, кстати, можете тоже в кадр позвать. Мы знаем, что там еще младшая красавица присутствует. Мы ее будем слышать так или иначе и не будем этого стесняться. Договорились. Да? Ну, ни для кого не секрет, что большинство из наших уехавших девочек уехали с нашими же детьми. И в основном именно поэтому и уехали, да, из-за детей. У вас причина отъезда тоже была в первую очередь в малышке? Да, основная причина была как раз-таки ребенок, потому что без дома уезжать не хотелось, даже осознавая и понимая все, что происходит. Но дом есть дом. И хотелось оставаться и видеть, и наблюдать все своими глазами, а не из новостей, как бы частично. Но понимая, что маленький ребенок и понимая, что нужно сделать абсолютно все, чтобы его обезопасить и защитить, было принято такое решение. Вот. Ну, я считаю, что верное. Девчонки, давайте сейчас попробуем вот сразу, в самом начале беседы поменять чуть-чуть градус и вектор. Поскольку я не хочу, чтобы вы это расценивали как допрос, да, или как какой-то доклад или лекцию. Попробуем это вести так же, как мы это вели. Ну, я не думаю, что мы будем делать из этого секрет, что мы были знакомы и в мирной жизни, и даже смогли это вспомнить благополучно. Мы пересекались, и мы можем говорить совершенно спокойно, так же, как мы говорили и раньше, без всяких камер. Вот я предлагаю, во-первых, вот это сделать, а во-вторых, дальше попробуем отмечать. Помните, во-первых, вот два момента. Каждая из вас. Вы помните, какого числа вы пересекали границу? Первое. И вы помните, что у вас при этом в руках было? Я точно помню, потому что, так как мы с ребенком, все сумки, чемоданы, все было на мне. Потому что Аня с ребенком, с коляской, а я с большим... У нас был один чемодан на трейдинг. То есть мы взяли по минимуму все, что можно было. Как говорится, вся жизнь вместилась в один чемодан. Вот, какого числа? Если честно, у меня уже все дни перепутались, потому что я уехала из Киева 25 февраля. И там меня уже не было. То есть мы были в Львове... Я была под Киевом, была во Львовской области. Ну, а потом мы уже решили, соответственно, приехать сюда. Берите. Да, я помню, мы пересекали границу 19-го мы выехали со Львов. 19-го марта. Марта? Марта. Ну, они чисто не просто сюда. 19-го марта, да. И то есть, получается, или 19-го, или 20-го, я просто точно не помню, сколько мы ехали в автобусе до границы. Ну, вот плюс-минус, тогда мы пересекли границу с Польшей. Но мы ехали целенаправленно уже в Германию. Мы знали, куда мы едем. Вот. Поэтому добирались мы долго с пересадками. Ночевали в Польше. Потом ехали там не так просто, было что сделать. И по прямой доехали. Нам нужно было доехать потом до границы Польши-Германии. Пересадка там. И в общем, мы там потом... 4-5 пересадок, да, и мы на месте. А почему вы выбрали Германию именно? Выбиралось все очень спонтанно и сумпурно. Мы, как бы, мы жили на Западе. На Западной Украине, все вместе. С мужем, с мамами и остальными родственниками. Вот. И потом, как бы, уже стал такой вопрос, что муж мой поехал, вернулся домой, пошел защищать нашу страну. И стал вопрос, что делать мне с малышкой. То есть, или ехать с ним, или уезжать за границу. Было принято решение уезжать. А уезжать куда? Ехать, ну, в неизвестность, да, ребенку полтора года. Это было очень страшно. Вот. Поэтому пошли по знакомому, где есть знакомые какие-то, родственники, которые смогут принять и помочь. Вот. Вот оказалась жена нашего, моего кума, знаете, знакомого, который, ну, в общем, вот так, через десятые колено, через десятые руки, да. И оказался друг, который живет в Тройсдорфе и сказал, приезжайте, всем поможем, примем. И действительно, нам дали абсолютно все, вплоть до того, что мы не знаем языка, мы не говорим ни на английском, ни на немецком. Нас водили за руку. Помогли со всеми оформлениями. Все документы, все пособия, все карточки, все до нас сделали. Мы жили месяц у этого знакомого. Спасибо ему огромное. Вот. И через месяц нам уже дали как социальное жилье для граждан Украины, которые приезжают. Вот. И у нас теперь уже есть своя, как такая небольшая комнатка, но своя, в которой вот мы живем. К этому сейчас вернемся. Вернее, когда будем продолжать. Знаешь, чего интересно? Я почти у всех стараюсь это спросить. И кто как отвечает. Если получится искренне, я буду очень благодарен. Если помнишь, конечно. Если вы обе помните. Вот два момента. Первое ощущение, когда вы пересекли границы и увидели людей. Что вы подумали, что вы почувствовали, увидев? И кого вы там увидели, да? Ну, кто-то встречается с волонтерами, кто-то первое впечатление получает от пограничников той стороны, от наших, от той стороны, да? Вот что вы чувствовали, какие мысли при этом у вас были? Вы помните? Я помню, это была ночь. Мы были на границе с Украиной, с Польшей. Там уже стояли польские волонтеры. Они заходили в автобус с игрушками, с какими-то водой, с фруктами. Они вот так просто брали тебе, так все в руки давали. И мы когда... Ну, я действительно до сих пор в восторге, как поляки встречают людей, ну, наших, украинцев, беженцев, как они к детям относятся. Нам больше даже таксисты помогали. То есть они... Мы когда ехали ночью, ну, поздно приехали, ехали в такси, забыли детский поимник, по-моему. Мы забыли детский поимник. Ну, как бы, его купить там было тяжело. И эта женщина-таксист. Мы с утра проснулись, а уже на рецепции в отеле уже был этот поимник. Она среди ночи приехала, его привезла. И таких ситуаций у нас было много. Просто все люди... Мы приходили на вокзалы, они к нам подбегают, что помочь, что дать. Вот вам пакеты. У нас было 4 пакета еды. Я просто эту еду уже отдавала или оставляла, потому что я уже не могла это физически нести. У меня уже руки просто отрывались. Я понял. То есть в вашем дуэте была мамочка и был универсальный носильщик, который все пожитки тащил. Одна ребенка, вторая все остальное. Да, понятно. Значит, по ощущениям. А вот о чем вы думали в тот момент? Была какая-то наиболее повторяющаяся мысль? Помните, нет? Тогда, ну, лично у меня, наверное, нет, потому что очень сложная дорога была. И просто уже была, знаешь, такая одна цель – добраться. Вот просто хотела добраться, поставить сумки и так сделать. Фух. а потом уже думать, размышлять, как дальше. Это когда вижу цель, не вижу препятствий, а в голове фоном что-то там буууу, и все, ничего не происходит, да? Да, и что я заметила по себе, что когда я приехала, где-то, ну, может, недели две, наверное, у меня не было осознания, что я так-то легко от дома. Я сначала просто ходила, рассматривала, ну, новое место, и вот как-то так оно все было хорошо, как-то легко, а потом вот постепенно стало так, опа, а я две тысячи километров, далеко от дома, далеко от родственников, и вот как-то потом вот эти вот все мысли стали посещать, и с каждым днем все больше, больше и больше. А поначалу как-то ты едешь, а знаешь, как какая-то такая много эмоций, такая стрессовая ситуация, потому что тебе нужно взять ребенка и уехать в другую страну одной, поэтому, наверное, полное осознание не сразу приходит. Слушайте, как и сколько раз вам приходилось объяснять, что происходит в вашей стране людям, с которыми вы там встречаетесь? Вот просто, хотя бы по пальцам я не имею в виду, что именно вы говорили, да? А вот как и сколько раз, можете сказать, понимаете это, нет? Не разу, не разу, вплоть до того, что вот друг, у которого мы жили, то бывало, что мы там где-то там в день поездили, и где-то не успели прочитать какие-то новости, он нам вечером сообщал новости с Украины. Они настолько в теме, они настолько поддерживают, что ни слова не приходится говорить. Они все знают, и мне казалось, что иногда больше, чем я знаю. И я заметила, что они на машине, нас иногда возят, то по немецким новостям, по радио, всегда по Украине рассказывают. Всегда. Вот просто новости все время про Украину. Они знают все, они это прекрасно понимают. Их не надо рассказывать, они тебе еще расскажут на самом деле. То есть они, ну, они осознанно здесь понимают, что происходит у нас, и стараются как-то поддержать. Слушайте, вы сейчас пытаетесь такими позитивными быть, или это действительно выплеск такой, или от того, что встретились, но это очень радует, это наполняет и нас чем-то таким дополнительным, да? Я смотрю, ты умилилась, забыла про все, и наслаждаешься просто видом знакомых своих, вот у девочек все хорошо, я даже спрашивать ничего не хочу, да? Пока да, я не знаю, не хочется поднимать эту больную тему. Слушай, ну мы здесь для того, чтобы поднимать любые темы, а если это помогает всем остальным, но на это проект и направлен. Я понимаю, что, по крайней мере, вы не хотите бежать от тех людей, с которыми вы сейчас рядом там находитесь. Ну просто не все так хорошо устроены, вам и помогали, и везде вас водят, все, что вы просите, вам приносят по возможности. Слушайте, кстати, я не услышал здесь вопроса, поэтому можно я его просто дозадам. Вы чувствовали себя беспомощными вот в эти первые дни? Так же часто бывает именно в тот момент, у нас подвисло, по-моему, немножко. Да, мне кажется, они не могут так внимательно слушать. Возможно, сейчас восстановится связь, тогда я вопрос не задам. Но действительно, очень многие из наших девочек попали в ту ситуацию, когда находили, вот в голове был какой-то шум и одна цель. Нужно добраться до места, довести туда детей, подруг, там, ну вот, кто сильнее себя проявлял, кто более растерянно. Ну вот за счет вот этого вот общей какой-то энергии получалось как-то продвинуться к цели. И у большинства получилось, слава богу. Ну, отключились, но надеюсь, сейчас опять вернутся подключиться. Я сейчас попрошу редактора там проверить, что у нас с сигналом. Если можно нам вернуть наших замечательных дам. Потому что мы не то, что не договорили, а вообще ничего еще не решили с ними. Так вот, когда получается вот такая ситуация, а потом детское состояние, о котором мы с психологами очень много говорили, если ты помнишь, да? То есть то самое, когда за тебя все решают, за ручку вводят, и ты невольно впадаешь в то самое детское состояние. Даже не можешь ничего сам решать. Да, и тебе кажется, что ты и никогда ничего сам не решал, и больше никогда не сможешь ничего сам решать. А тебе нужны, как это, на ручки, да? Вот так вы говорите часто, да? Надо на ручки. И что-то еще? И Мерседа, не Мерседа, не Мерседа, Каен. Неважно, но вот этой мечты как раз уже больше нет, потому что война. А на ручки по-прежнему хочется. И хочется, чтобы тебя за руку провели, а ты сам ничего делать не будешь, потому что не можешь. Ну как же? Ну как? Ну вот, видишь, ситуации с девочками как раз им помогли сделать все бумажные вопросы. Да, и мне интересно, как они наверняка попали же в эту ситуацию. Я имею в виду психологически. То, что фактически с ним произошло, они сказали. Их за ручку везде провели, их устроили. Они столкнулись как раз, они были в той самой волне, это вторая, наверное, волна выезда была, или конец первой волны. Да, или конец первой волны получили. Да, затяжная первая, наверное. И хоть они очень условно сейчас бьются, это историки разберутся с волнами выезда. Ну, мы только почитаем потом, как оно все было. Да, нам расскажут, как было на самом деле. Да, да, да. Так вот, и именно в этой волне поддержка была наибольшей. Вот этот первый всплеск волонтерского движения внутри самой Польши, когда люди еще были не уставшие и совершенно искренне, и абсолютно все, там вообще никакого неприятия не было, еще не было ни одного конфликта, по сути, да, конфликты неизбежны. Ну, люди остаются людьми. Где бы и в какой ситуации они ни находились, люди остаются людьми. А травмированные люди... В стрессовых ситуациях. Вот, ты правильно говоришь, а травмированные люди с ПТСР, они себя проявляют еще ярче, и все свои качества, они... И не сразу. Вот, они вываливаются в любом случае. Так что, сейчас меня во всей этой ситуации... Нам вернут, кстати, я хочу спросить наших прекрасных дам, они смогут к нам обратно подключиться, или я просто так это все сейчас говорю вместо них. Так вот, когда... Я сам себя в смысле сбил вот этой фразой. Ну, ничего, это со мной не впервые и далеко не в последний раз. Так вот, смотри. Когда сейчас возникают новости, да, причем новости вполне официальные, вернее, на вполне официальных каналах, я не знаю, насколько они проверены, опираются ли они на какую-то там большую статистику, или это какие-то совсем единичные случаи. Я очень хочу надеяться, что единичные. В общем, есть какие-то новости. Да, есть какие-то новости, которые как-то худо-бедно, без особых ссылок на то, где конкретно это произошло, с кем конкретно произошло, говорят и прогнозируют еще больший всплеск этнических конфликтов. То есть, так называемые национальные всплески. Это совершенно нормально для Польши, для Украины, потому что мы национально ориентированные государства, унитарные государства. Наше общество так построено. На национальной идее. И у нас есть еще такое понятие, и у них, и у нас, как титульная нация. Титульная нация в своих самых лучших проявлениях прекрасна, в самых худших ужасна. Вот такие, вот так устроено это все. Есть и другая сторона медали всегда. И хорошо, если вот она редко поворачивается, или спорадически. Так вот, все это, с одной стороны, прогнозируемо. И немцы могут себя вот так проявлять. У них были конфликты с турецкими беженцами достаточно давно, с диаспорой турецкой. И у французов были свои конфликты с североафриканскими. У всех всегда это было. Так что бояться этого не то, что не надо. Это будет. Не нужно это воспринимать как единственный фактаж, который существует. Вот кто-то там с кем-то поскандалил. Нас там не любят. Они враги тоже. Ну, мы сейчас очень быстро вот это перекрашиваем, переобуваем любых людей. Вот он какой замечательный. Люблю его по самое не могу. Аж до влажности люблю. Враг. Нет, он же враг. Ну, он же сволочь. Потому что мне кто-то отсюда гавкнул. Он враг. Все, я тут же это принял и годится. Все, он сразу враг. Ну, отсутствие критического мышления в данном случае. Девочки вернулись? Они все видят и слышат, как мне сообщают. Вот, девчонки видят. Давайте с вами продолжим. Я рад, что вы вернулись. Если вы все видите и слышите, главное, чтобы мы вас видели и слышали. Откликнусь. А вы нас видите? Да. Да, мы вас видим и даже слышим. Давайте продолжать. Если вы нас не видите, это не самое страшное. Мы можем продолжить в радиоварианте для вас. Девочки, итак, вы добрались в Германию. Давайте ко второй части вашего персонального марнизонского балета. Вы добрались в Германию. Это небольшой городок, как я понимаю. Сейчас. Ну, это Пригород Киольна. Пригород Киольна. Сколько до Киольна от вас в километрах, помните? 25 километров. 25 километров. Вообще-то. Раз упасть, два перекатиться. На самом деле, довольно близко. То есть, это не германская глубинка. Киольн прекрасный, огромный город. Вы довольно близко ко всем процессам и общественным в том числе. Куда, в первую очередь, вас потянуло, когда вы немножко выдохнули, поняли, что вас социализовали, что у вас с жильем как-то решилось. Вот, да, это тоже воспоминание. Куда, в первую очередь, потянуло? Ну, если можно признаться, конечно. Потянуло ты имеешь в виду здесь? Здесь, здесь. Вот в округе. Я не имею в виду потянуло домой. Мы к этому еще придем. Да нет, наверное, не было куда. Но старались просто смотреть места, как-то, знаешь, отвлекаться. Ну, и новые, конечно, посмотреть. Ну, и не сидеть, и не... Ну, как вот, даже на том, на чем мы остановились, да, немножко отойду от темы, когда до того, как мы пропали. Ты говоришь, что мы такие позитивные и так радужно рассуждаем. Ну, просто нужно держаться, нужно, ну, как я считаю, нужно быть позитивной, да, ну, тем более, как для меня, потому что ребенок, потому что он все чувствует. Мы, кстати, забыли представить Марию Роману, но простите нас за невежливость. Мария Романовна Пилявская еще в кадре. Собственно, ради нее все затевалось, на самом деле. Мы хотели поговорить с ней, но почему-то влезли эти две девушки. Взрослые женщины. Непонятно, да. Продолжи. Конечно, очень грустно и очень страшно, и особенно такая, как бы, неизвестность дальнейшая. Вот, поэтому и в плане потянуло. Ходили по паркам, кормили уточек, смотрели вокруг, чтобы как-то, вот, где-то брать этот ресурс и брать вот этот, вот, наверное, позитив, чтобы как-то держаться дальше, а не замкнуться в себе, и все. И дальше тогда вообще, мне кажется, тогда уже совсем ничего. Давайте сейчас, ну, я, конечно, претендую на такой уровень откровенности, но все равно попробуем. Между собой сколько раз успели поссориться? Раза три-четыре. Всего лишь? Да, кстати, друзья удивляются. Все удивлены, да. А мы живем в одной комнате. Мы живем в одной комнате. В одной маленькой комнате. Да, раза четыре. Ну, и так, это было, знаете, всплеск эмоций, и там, я могу подойти и сказать, Аня, давай мириться, или там, Аня может подойти, давай мириться. То есть это, это не затягивалось на дни, это затягивалось, там, на пару часов. Мы что-то повздорили, понятное дело, у меня эмоции, у Ани эмоции, мы все как-то по-своему-то переживаем, и иногда этот всплеск как бы друг на друга уплескиваем. Ну, и мы понимаем, что нам жить вместе, да, мы же никуда друг от друга не денемся, мы же не можем хлопнуть дверью и уйти, как бы не хотелось. Можем, конечно, хлопнуть дверью и уйти, через пять минут все равно захочется вернуться в свою комнату. У меня пару дней не было, потому что я вот этому майку, у которого мы жили, мужчина, помогала ему в ресторане. Просил помощь, у него там был банкет, то есть я согласилась, так как человек для нас делал немало, я помогала ему там на кухне, на баре, то есть у меня не было два дня. Аня без меня скучала уже. Окей, какие новые связи возникают? Скажите, девчонки, вы вопрос, на что жить, для себя как-то решили, или он пока не закрыт для вас? Пособие, работа, что-то из тумбочки по-прежнему таскать, может там что-то от мужа получать какие-то переводы. Вы как для себя это решили сейчас? Нет, смотри, здесь как, здесь первое время помогают. Конечно. Пока ты приезжаешь, конечно, не знаешь, я ты права, то есть помогают, неплохо, ну, покушать вполне очень хватает. А дальше тебе нужно становиться на, ну, как у нас, биржу труда. Да, то есть у них жоп-центра. Нет, мы хорошо знаем все про параграф 24, вообще, мы тут информированы, да. Вот, и все, да, и подыскивать работу, ну, как я понимаю, это для тех, кто планирует и дальше здесь оставаться. Вот, поэтому у меня такой цели нет, я очень хочу домой, и в ближайшее время планирую вернуться. С Марией Романовной? Да, и она, она, как бы, этот, инициатор возвращения, очень хочет к бабушке и папе. Вот, и поэтому вопрос, как бы, что потом, это уже будем решать дома, но не здесь. О, как. То есть, подожди, я, если я все правильно понял, я сейчас очень постараюсь не исказить, вдруг я действительно не то услышал. Ты хочешь вернуться, а решение, зачем ты возвращаешься, и по каким причинам, ты хочешь отложить до того, как приедешь сюда? Нет, нет, вопрос был, как, на что жить, ты спросила, правильно? А, на что жить, да. На что жить, ты спросила, я же сказала, что приедем мы в Киев и там, ну, как, решим, ну, потому что, зачем мне сейчас заниматься здесь этим вопросом, если я планирую ехать уже домой. Как ты думаешь, насколько вот все для тебя это временно, пребывание там, в Германии? Ну, и потом, да, я хочу, чтобы вы обе ответили. Если Мария Романовна тоже будет здорово. Вот, видишь, поэтому, насколько временно, поэтому мной было принято решение ехать, потому что никто из нас не знает, насколько это, да, насколько это затянется. Это естественно. Когда я ехала, я думала, две недельки, две недельки и все. Потом месяц, месяц и все. Потом у всех был такой момент до 9 мая. Вот все ждали, что 9 мая это будет какая-то такая вот все, точка, которая все исправит. А ты понимаешь, что не будет такой точки и не будет такого времени. И никто не знает, когда наступит это время. Дай Бог, чтобы это было действительно еще пару недель и все. Поэтому очень, как для меня, очень страшно так жить, не зная, сколько тебе придется прожить в таких условиях и когда ты сможешь вернуться домой. Я, ну, мне будет спокойнее дома, у себя, в своей квартире, дома есть дома. Я понял, просто дома твои проблемы уже тебе известны, и ты столкнешься, думаешь, что столкнешься с чем-то, что ты уже хорошо знаешь и умеешь решать. Возможно, возможно в этом что-то есть, в любом случае это ваше решение. Скажите мне, вот эта мысль «хочу домой», она насколько постоянно, насколько навязчива, она греет или делает больно? Ой, такой вопрос очень-очень интересный. У меня эта мысль, с которой я просыпаюсь, живу день и ложусь спать. Насчет греет или делает больно, ну, мне, наверное, больше становится грустно от этого. Потому что и страшно, и хочется, понимаешь? Это не то состояние, что вау, ой, скорее бы, нет. Это когда это решение принять очень сложно. Очень страшно и очень сложно. Вот так вот как-то, вот такие вот эмоции и такие ощущения. Я тебя понял. Хорошо, ну, я не буду сейчас этот вопрос Марии Романовне задавать, но все-таки... Машенька, ты великолепна. Ну, Даня, хорошо. Мы сейчас будем вас отпускать, потому что я понимаю, что Машеньке хочется вашего внимания, а вы непонятно почему разговариваете с нами. Для нее, во всяком случае, может быть, сейчас не вполне понятно. Хорошо, будем действительно с вами прощаться, во всяком случае, на сегодня. Надеюсь, что поговорим еще об этом и о многом другом. Поговорить есть о чем. В целом, вот так вот, напоследок. Вам Германия как? Вы себя чужими там чувствуете? Или вот ок, норм. Вы же достаточно европейские интегрированные барышни. Это не ваш первый выезд за границу в вашей жизни. Вот сейчас там, не будучи туристами, вы себя чувствуете там чужими? Ну, мы сами на эту тему разговаривали. Я, в принципе, ей сказала, что я готова была. Я свободный человек, у меня ни семьи, ни детей. Как бы я могу хоть куда угодно поехать. Поэтому я и сейчас тоже как бы не до конца готова вернуться, потому что я боюсь. Я боюсь, что неизвестно, что будет завтра. В Украине. И чего ожидать. Поэтому для меня этот вопрос, он такой еще. 50 на 50. Я еще раздумела. Знаете, что... Я думаю, что у меня есть первый вопрос. Юля немножко ушла от темы, да? Чувствуем ли мы себя здесь чужими? А Юля ответила на предыдущий вопрос, так что мы довольны. Это не повод для вашей ссоры, я надеюсь. Для пятой. Для пятой. Смотри, наверное, да. Возможно, влияет то, что не знание языка. То есть люди помогают и понимают, и через переводчик общаются. Но чувствуются, конечно, чувствуются, что не дома. И люди совсем другие. Это мой первый выезд в Европу. Именно в Европе я впервые. И сейчас, когда мы вот живем здесь, да, это как жилье для украинцев, то, конечно, есть уже такое чувство, ну, все свои. То есть вышел, пообщался, все свои. А вот когда мы жили, ну, у друга, и когда вот мы были только вдвоем, и вокруг, как бы, да, только немцы, очень чувствовались, очень чувствовались. Не то, что нас не принимают, но чувствуется, что ты не дома и не среди своих людей. Все, я волонтаристским решением прерываю наши разговоры, потому что Мария Романовна, в общем-то, крайне негодует. Я думаю, что стоит заняться сейчас ей, а не нами. Благодарю за то, что были с нами сегодня. Надеюсь, включимся еще, когда, опять-таки, Мария Романовна будет в благостном настроении и готова будет тоже нам и помочь пообщаться, а не устроить нам этот прекрасный женский перформанс. Обожаю. Вот, знаешь, мы поэтому соскучились. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы поднимаете такую тему, очень важную, и что люди действительно могут посмотреть, послушать истории и, наверное, принять для себя тоже какое-то важное решение, на которое не все могут решиться, потому что это решение сложно принять, что делать. Вот, и спасибо вам большое. И надеюсь, до очень скорой встречи с вами уже живой. До встречи. Пока.